Крымские журналисты прорвали информационную блокаду и все-таки смогли рассказать мировому сообществу правду о Крыме. Генеральный директор телеканала «Милет» Ирвин Мусаев со второй попытки все же выступил на конференции ОБСЕ в Варшаве. Он рассказал о работе телекомпании «Радио Ватан Седаса». Подчеркнул то, что журналисты «Милета» свободно освещают общественно-политическую, экономическую и культурную жизнь Республики Крым. Информирует о событиях на полуострове и за его пределами на двух государственных языках – русском и крымско-татарском. Также Ирвин Мусаев пригласил европейских коллег в Крым и обещал угостить их крымско-татарским кофе. Ответьте мне на вопрос, кому из вас запрещают приехать в Крым? А если не запрещают, то почему вы этого не делаете? Приезжайте. У нас уже были гости из Германии, Словакии, Чехии, Австрии, Филиппин, Турции и стран Африки. Общайтесь с людьми, смотрите, как изменился полуостров, сравнивайте, анализируйте. Давайте будем профессионалами и будем объективны. Как так получилось, что уважаемые международные организации нарушили основополагающий принцип – объективность? Вместо всеобъемливающего и беспристрастного анализа ситуации вы потребляете суррогат, домыслов и инсинуации. Приезжайте, вкусите вместе с ароматом настоящий кофе, традиционное угощение крымских татар, ветер положительных перемен и изменений. Убедитесь воочию, а не с чужих слов. Восстановите утраченное вами доверие, ведь у нас есть общая задача, между прочим, прописанная в уставе вашей организации – поддержание разрядки международной напряженности. Приезжайте в Крым, мир должен услышать настоящую правду о Крыме, его жителях. Крымчане, как минимум, заслуживают того, чтобы быть услышанными.